Это видео посвящено тем, кто играет соло, всегда, только за одного героя, и не понимает, почему у него низкий процент побед. Людям, которые могут обидеться и встать в АФК, потому что у них подрезали баф или состилили фраг, ну или может начался дом 2. Людям, которые постоянно играют в ранги, но до сих пор не знают о существовании миникарты в левом верхнем углу. Ну, тем, кто может всю игру фармить лес, а потом удивляться, как его глупая команда не отбила атаки врага при игре 5 на 4. Если вас часто называют раком, нубом и леднищем, то это видео специально для вас. В общем, поехали. Как и в любой другой игре, и не только, навыки приходят с опытом. Следовательно, чтобы стать более опытным игроком, необходима практика, которую лучше всего получать в PvP режимах, а не в элите. Тем самым не испортив ни себе, ни людям настроение и статистику. Для начала, перед тем, как идти штурмовать схватки за ранг, необходимо освоить как минимум по одному персонажу каждой роли. То есть это танк, АДК, ассасин, маг, саппорт и так далее. И под словом освоить я имею в виду именно освоить, научиться хорошо играть этим персонажем. Изменять список самостоятельно покупаемых предметов, исходя из ситуации на поле битвы. Только после этого стоит соваться в ранг, ибо вашего любимого героя всегда может схватить кто-то другой, или же, если, к примеру, это АДК, а одного АДК уже взяли в тиму, и вы просто-напросто возьмете еще одного вместо того же танка, за которого вы так и не научились играть. Конечно, это не означает стопроцентное поражение, но при встрече с опытными соперниками ваши шансы на победу значительно снизятся. Это что касается игры до статуса бриллиант. А чтобы комфортно поднимать свой ранг выше, к этому времени вы уже должны обладать как минимум тремя героями каждой роли. Чтобы вы всегда могли выбирать персонажа, подходящего для вашей команды, и формировать так называемые связки героев, дабы у врагов не оставалось никаких шансов. Не стоит забывать, что это все-таки командная игра. И чтобы игра была еще приятнее, необходимо найти так называемых единомышленников, с которыми вам будет интересно и весело играть вместе в команде. Это как-никак онлайн игра, основой которой всегда являлось общение и взаимодействие с другими людьми. Это могут быть ваши друзья из реальной жизни, или же просто случайный человек, с которым вы уже однажды где-то выигрывали. Также это могут быть и ваши соратники с клана, с которыми вы можете сформировать так называемый прайм. К примеру, 8 часов вечера каждого дня, когда вы все собираетесь и начинаете совместную игру. В команде лучше всего поддерживать связь голосом. Тогда вы не будете отвлекаться на печать слов, и ваша реакция на действие врагов будет значительно выше. Так как интегрированное в игру средство голосовой связи изрядно хромает, игроки нашли альтернативное решение этой проблемы в виде программы Discord, которая очень проста в использовании и отлично выполняет свои функции. Вы можете создать свой канал, пригласить туда ваших друзей и начинать совместные игры. Если же вам не с кем играть в Дискорде, то и этой проблеме есть решение. Уже очень давно существует Discord канал, автором которого является Андрей Акс Эффект, который сформировал уже свое значительное сообщество и поддерживает приличный онлайн игроков Heroes Evolved. Именно тут вы всегда сможете найти, с кем бы вам поиграть в команде, а также просто пообщаться с приятными людьми. СИДИ Старайтесь адекватно реагировать на некоторые действия своих союзников. Если вы один из тех людей, которые могут встать в ВПК или побежать в ФИДИ только потому, что у него подрезали баф или состилили фраг, то эта игра явно не для вас. А вот СИМС для вас, пока вы смотрите Дом 2 сидя на унитазе. Да-да, я сказал сидя. В конце концов, тот же баф достался вашему соратнику, а не врагу, что на самом деле плюс. А убийство врагов это достижение всей команды, а не одного человека. Так что само существование слова сил в игре это чушь силой кобылы. Убили и хорошо. К тому же вы явно натыкались на надпись во время загрузки игры, что главная цель это не убийство врагов, а разрушение их цитадели. Так что задумайтесь. А если вы один из тех людей, которые могут позволить себе оскорбить чьих-то родителей в чате, то вам я искренне желаю поскорее обзавестись мозгом, потому что у вас их явно нет. Один дурачок придумал эту ересь, а другие сразу же подхватили. Оно и понятно, своих-то извили нехватка. А самое печальное, что это стало модным. Лично я пришел к выводу, что чужих родителей может оскорбить только тот человек, который не уважает своих и может позволить себе открыть пасть и что-то ляпнуть. Лично я желаю здоровья и терпения вашим родителям. Ну что ж, а на сегодня это все. С вами был, как всегда, Дима Кор. Пока-пока.